При обстреле вооруженными силами Украины города Ясиноватая погиб один мирный житель под селом Александровка, это в Донецкой области. Осколочные ранения получила женщина. Все подробности у моего коллеги Сергея Макаренко. Это хвостовик 120-мм снаряда. Говорить о том, что таких минометов вблизи линии столкновения быть не должно, уже даже не стоит. Буквально в 10 метрах отсюда на скамейке сотрудник гортеплосети своим телом закрывал супругу. Жену он, конечно, спас, но сам от полученных травм скончался задолго до приезда скорой помощи. Кстати, местные жители указывают об одном очень интересном факте. Эта мина была последняя. Это может говорить о том, что целью этой атаки была именно котельная. В подтверждение этой теории говорят данные обстрела, который произошел накануне. Тогда целью вооруженных сил Украины была другая котельная в соседнем районе. В эту ночь стреляли здесь, а предыдущую ночь попали на котельную, на нашу. Но, слава богу, оборудование все целое. Попали в лабораторию и в слесарку. Сейчас там тихо, у нас уголь есть. Ну, так мы тоже видим, что котельную разбили там, там котельную. Что-то, готовят поток, как зима. В ночь с 31 августа на 1 сентября огонь стороны должны прекратить. Об этом договорились на крайней встрече контактной группы в Минске. Но местные жители уже неоднократно сталкивались с подобными перемириями. И в том, что этот режим прекращения огня соблюдаться не будет, жители Ясиноватой ни на минуту не сомневаются. И прошлый год так же само было. Подписали чуть-чуть, там было перемирие, да, что-то не стреляли. Потом снова стали стрелять. Перемирие, перемирие еще когда наступило. В 15-м году зимой до сих пор перемирие. Вот оно перемирие. В то, что очередное перемирие не наступит, местные жители не верят вполне оправданно. На западной окраине Донецка женщина получила осколочные ранения, была госпитализирована. Не менее пяти домов частично либо полностью разрушены. Здесь, Ясиноватый, один человек погиб. Частично или полностью разрушены несколько многоэтажных квартирных домов, в том числе девяти и пятиэтажных. Сейчас здесь работают специалисты-ремонтники практически всех коммунальных служб. Городские теплосети, электросети и даже горгаз. И это все лишь часть последствий одной ночи. Сергей Макаренко, Павел Чуприн и Александр Левин. Лайф из Донбасса.